Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Лех-Леха, Авраам, что делает ее, безусловно, лучше, потому что две первые попытки не удались мира. Авраам, он прикладывает настойчивые усилия, чтобы изменить понимание всего человечества. Он полностью меняет мир. И к величайшему удивлению, этот переворот удался. Авраам действительно изменил мир. Это огромный пример для каждого из нас. Казалось бы, кто я такой, где мир? Оказывается, человек может изменить мир. В Торе это все описано. Вообще, в Торе описано все. Кстати, наша недельная глава, она очень симптоматична в этом. Слова здесь есть. И когда зашло солнце, стало темно. Недельная глава наша. Это чтобы мы поняли, что жить надо по Аторе. О том, насколько Атора близка современным людям, можем из этого отрывка увидеть. Сразу после убийства бывшего премьер-министра Израиля Ицка Карапина, в тексте сегодняшнего раздела, вот в этом мистическом эпизоде, известном под названием Бритейх Тарим, союз заключенный между частями рассеченного животного, обнаружилось закодированное предсказание этой трагедии. Тысячи людей, далеких от иудаизма, включая школьников, читали великолепно. И когда зашло солнце, стало темно, словно дымящаяся печь с пылающим огнем прошла между половинками туш. На иврите это как звучит? Эш, ашер, авар, бейн, так и так далее. Тора, как известно, была получена в горы Синай. Ввиду сплошного текста без интервалов между словами и разделительными знаками, ее читать можно по-разному. Так ее пишут, как вот сегодня, вот такое-то прочтение в пергаментных цвитках. И вот в приведенной фразе на иврите, если взять ее в слитном виде, различается разбивка текста такие слова. Эш, эш, рабе, рабен, ахэм, то есть огонь, огонь, два выстрела, которые поразили премьера. Рабен и Бог постановил. Остается добавить, что Рабен был убит именно в ту неделю, когда читали раздел Лех-Леха ровно вот сколько лет назад. Следи, пойдем дальше. Это я просто показал, как Тора во всем. Среди последователей Раба и Скотска всегда говорили, что Лех-Леха это буквально иди к себе. То есть призыв, обращенный к каждому человеку на земле. Человек родился, ему говорят, иди к себе. Вот там образ, который наверху идеальный, вот иди к себе. Каждое утро, каждому человеку с утра раздается этот звук. Но из всех людей, которые жили, услышал его Аврам, и поэтому сказано именно Авраму, сказал, иди к себе. Вообще мир устроен очень интересно. Человеку позволено делать все, что ему нравится, написали мудрецы. А потом приходят награды или расплата. Знаете, вот люди, когда есть правила жизни в мире, а есть вот как бы над правилами. Раф Кушни рассказывал такую короткую историю перед Шаббатом в Иерусалиме. Звонок в дверь, женщина открывает дверь. Стоит очень бедный такой, видно, что бедствующий человек, небольшой, говорит, извините, пожалуйста, у нас нет денег, нам совсем ничего нету, нам нужно на Шаббат. Нет ли у вас курочки хотя бы дать нам? Ну, женщина оцепенела, они сами жили достаточно скромно и она, делая дополнительную работу, нашла какую-то там заработку, купила курочку, изготовила для семьи, это на Шаббат и людям и все. Но женщина необыкновенная, очевидно, была, потому что понимала, что просто так человек не появится перед Шаббатом. Она переборола себя, сказала, минуточку, подошла к холодильнику, открыла его и вывалился из холодильника, практически замерзший ее маленький сын. Что произошло? Тогда старые холодильники были, помните, с одной стороны такая, ручка большая, закрывались, а снаружи нет. Он игрался, закрылся внутри и сучал-сучал, начал замерзать просто. То есть, как бы, она не обязана была отдать эту курицу, но вот это вот усилие над спасло ее ребенка. Это вот простоя вещь. Нам еще в Торе даны две простые вещи. Написано, 400 лет твои, сказал Бог Авраму, твои бредки будут порабощены и их будут угметать. Что нам Тора здесь рассказывает? Для чего нам это? Очень просто. Она рассказывает нам, что есть предопределение особенно. Есть иногда предопределение, которое от нас не зависит, зависит от прошлой жизни, от каких-то небесных раскладов. Да, вот так и так, есть у мира хозяин, который намечает первую цель и конечную. Что дальше было? Написано, 210 лет мы были. Что это? Для чего это? Чтобы показать, что мы, мы можем поменять любые планы. Даже когда у Бога были какие-то планы, вот не дай Бог негативные, мы своим поведением, своими или что-то сделали так хорошее, надорвались, поднялись над землей. И Бог убрал из 400 лет 190. То есть, мы с вами, имеем невероятное значение. Каждый из нас имеет невероятную ценность для мира. Поэтому надо верить. Легко быть верующим, когда планы Бога и твои одинаковые. Когда все идет не так, вот тут и начинается испытание. Сейчас немножко нас испытывают. Конечно, все идет, никто не хотел ни войны, ни того, что происходит. Но мы должны помнить одно, что так же, как Авраам один изменил мир, так и каждый из нас может изменить ситуацию, сделал хоть что-то хорошее. Брахава от слоха, давайте действовать, а не плакать. КОНЕЦ